Здравствуйте! Меня зовут Андрей Иванов. Это программа «Актуальное интервью». Лето – это время, когда подводятся промежуточные полугодовые итоги. А еще лето – это время, когда нужно готовиться к неумолимо приближающейся осени. И сегодня об этом мы поговорим с депутатом Законодательного собрания Иркутской области Денисом Ягодзинским. Денис Васильевич, рад приветствовать вас в студии нашей. День добрый. Я тоже очень рад видеть вас. Привет всем ангарчанам. Отпуск был у вас? Отпуск. В Законодательном собрании есть отпуск? Теоретически он есть. Я в данный момент и нахожусь в отпуске. Но работа депутата, она предполагает постоянный контакт с жителями. Летом просто очень много-много мероприятий, а вы практически на каждом из них всегда присутствуете. Это отпуском назвать сложно? Отпуском назвать сложно, но тем не менее с семьей побыть надо. И мы это сделали, отдохнули. А оказывать помощь людям, это потребность, это не то, что работа, это человек, избираясь в представительный орган, должен быть готовым к тому, что у людей возникает каждый день какие-то вопросы. И нужно стараться помочь им в эту минуту. Дорогая ложка к обеду. Понятно, понятно. Вот давайте, как я сказал уже в подводке, что время подводить итоги. 8 сентября будет ровно год, как вы являетесь депутатом Законодательного собрания. За этот год, что самое важное, по вашему мнению, вы сделали, ваши коллеги, Законодательного собрания в целом? Значит, ну, уровень Законодательного собрания намного выше, чем депутата Думы города. И имея вот этот вот базис, мне было проще влиться в работу. На базис, смотрите, что опыт депутатский у вас большой. Опыт, да, депутатская работа в Думе города Ангарска позволил быстрее вникнуть в работу депутата Законодательного собрания. И вместе с моими коллегами, с Антониной Владимировной, с Александром Лаврентьевичем, с Михаилом Владимировичем, мы влились, включились в работу. И самое важное, знаете, вот когда нам и Бородскую выделили субсидию в 2,5 миллиарда. По миллиарду в год мы получаем. Да, по миллиарду в год, да. Очень многие территории стали завидовать нам. И когда Ангарск выходит с какой-то инициативой, говорят, ну вам же уже выделили деньги. То есть больше не надо, да? Вы вроде как больше не просите. И здесь очень важно не испортить отношения с коллегами, но продолжить выстраивать конструктивный диалог с правительством области, чтобы Ангарск получал необходимые средства на реализацию своих проектов. А их немало. И такая задача стоит у каждого депутата. Работая в законодательном собрании, ты не можешь думать только о своей территории. Ты все равно должен интересы области учитывать. И, как сказал наш президент, как Игорь Иванович, губернатор, говорит, задача номер один – победа в СВО. И мы, соответственно, приоритетное внимание уделяем этому вопросу. То есть для того, чтобы принять закон о увеличении выплаты за заключение контракта до 400 тысяч, совсем недавно, который был принят, проводилась титаническая работа. Учитывалось возможности бюджета. И закон принять – это серьезный труд, работа очень многих людей. Для того, чтобы уравнять в правах всех участников специальной военной операции. Те, кто призвался от Минобороны и те, кто от частных военных компаний. Потому что люди рискуют жизнью. И делают одно дело. И делают одно дело. Вот приняли этот закон. Но чтобы его принять, тоже была огромная проработка. Вторая очень важная задача, на которую нам и Центр указывает – это большая очередь по детям-сиротам. Это вы имеете квартиры детям? Да, очередь по предоставлению жилья. На тысячу предоставляем в год и на тысячу прирастаем. То есть очередь. Так вот, 14 тысяч есть, так она на этой планке и держится. Нужно 14 тысяч в год предоставлять, тогда в ноль уйдем, да? Нужно вот эти 14 тысяч уменьшить в ближайшее время до приемлемых каких-то значений. Чтобы мы так сильно не выделялись по всей стране. Дальше. Закон о бесплатном проезде детей из многодетных семей. Тоже же, значит, президент сказал, что нужно это сделать. Мы проработали, значит, досконально этот законопроект и вынесли его. Все, значит, единогласно он был принят. Потом, что, вот какие планы, да? Вот это уже, когда, хотел спросить сначала, когда заканчивается отпуск у ЗАГС собрания? Когда сессия следующая? Значит, следующая сессия будет в сентябре месяце. Вот, естественно, перед сессией состоятся комитеты, на которых вопросы прорабатываются. И приходят все заинтересованные стороны. Министерство, приходят профсоюзы, приходят уполномоченные по правам человека, ребенка. Приходит контрольно-счетная палата. На этих комитетах досконально все прорабатывается, выносится на сессию. И задача... Ближайшая, что у вас? Ближайшая, да. Конечно, есть. Потому что законы какие-то принимаются в первом чтении, но большинство проходят два чтения, иногда и три. И очень важный законопроект, который мы будем принимать уже во втором чтении, рассматривать и принимать, надеюсь, это о выплатах за ранение, за награды. За ранение и гибель принято уже закон, а вот за награды ордена есть определенный перечень и определенные выплаты. Вот, чтобы их участники частных военных компаний принимали, разработан проект закона, и законы, они сообщаются друг с другом. Нельзя было его принять до депутатских каникул, потому что надо сразу предоставлять и другие льготы. Значит, по коммунальным платежам, по детям. И вот для того, чтобы все это тоже просчитать, и не просто принять закон, а обеспечить его выполнение. То есть мы приняли его в первом чтении. И второй момент. С момента введения специальной военной операции был установлен мораторий на проверки бизнеса и на штрафы за нарушение правил благоустройства. Но мы огромные деньги тратим на благоустройство территорий, на строительство детских площадок, озеленение. А некоторые горе-автомобилисты ставят свои машины на детских площадках, на газонах. И начался вал прям обращений от людей, что, ну, как, мораторий не отменишь. А есть же закон Иркутской области о нарушениях вот этих парковок на зеленых зонах? Мы сейчас ввели такую статью, что за вот именно эти нарушения предусматривается штраф для физического лица до 2000, для должностного до 20. И это я считаю, что будет действенная мера, которая заставит недобросовестных людей выполнять законы и выважать мнение других. Ну да, не все готовы платить такие суммы. Да, да. Так, это вот ближайшие планы, да? Да, это ближайшие планы. Ну, и задача депутата, тем более областного, принятия бюджета. Такого бюджета, который удовлетворяет потребности и желания жителей и территорий. И уже, хоть бюджет мы принимаем в ноябре области. На три года, да? Да, он на три года, значит, ну, на 25-й плановый и на 26-й, 27-й. Работа уже сейчас. Уже сейчас нас запросили предложения. Ну, это самый главный документ, потому что финансовый. Чтобы мы уже вместе с правительством отработали так, чтобы наши проекты, такие как строительство водовода, значит, такие как дальнейшее благоустройство города, они продолжались и развивались. Чтобы мы были услышаны, получили нужное финансирование, заложили финансы в местном бюджете и вот объединив все уровни финансов, выполнили, значит, поставленную задачу. У нас строительный период очень короткий. Ну, Сибирь, конечно. Готовься они летом, как говорится, да? Да, да. Поэтому и сейчас, даже находясь в отпуске, все равно знакомишься с документами, общаешься с администрацией, чтобы, ну, как бы действовать в одном направлении. А то депутаты предлагают одно, администрация другое. Так же не бывает, не будет толка. А когда все движутся в одном направлении, ради блага жителей, тогда и результат будет больше. А еще, Денис Васильевич, вы сказали сейчас про то, что нужно помогать гражданам сиюминутно. У вас существуют приемы граждан. И они, причем, проводятся и в Иркутске, и в Ангарске, я так понимаю, да? В Иркутске кто приходит к вам? В Иркутске приходят не только жители города Иркутска. У меня даже был случай, человек с Черемхова приехал. Специально на прием к вам, да? Специально на прием, да. И, естественно, депутат Заксобрания принимает человека, который обратился к нему. И смотрю документы, которые люди приносят, как они пытались решить. То есть многие же зачастую, не пройдя все, а через голову сразу прыгают. Я говорю, так если, допустим, вам есть претензии к управляющей компании, вы, директор, напишите письмо. Ну пусть ответит. Не где-то там диспетчер какой-то сказал, да, или еще что-то, а получите официальный ответ, что, значит, может руководитель и не знает об этой проблеме, и она может сдвинуться с места. Приемная моя работает, есть помощники, которые в рабочее время принимают, консультируют людей, помогают им составить грамотное заявление. Ну и иногда... Много людей обращается? Да, много. И даже, ну как бы, раньше я был на неосвобожденной основе, да, и работы было столько. А сейчас вроде и на освобожденной, вроде есть помощники, а работы столько прибавилось, что... Ну потому что масштабы возросли все-таки. Да, масштабы возросли. Людей приходит очень много по различным вопросам. Конечно, тема ЖКХ интересует больше. Это острая тема всегда. Да, тема, значит, лекарственного обеспечения, тема садоводства, значит, и проблем, которые возникают у наших жителей с электроснабжением, с дорогами, значит, с участками, и такое бывает. Вот. Некоторые люди приходят с именно, вот именно с законодательной инициативой внести... Предлагая что-то... Да, да, да. А вот как в свое время... А не помощники ваши выступают тогда в таком случае? Да, да, да. Как в свое время было с званием ветеран труда Иркутской области? Вот был установлен перечень наград. И если нет у тебя такой награды, ты не имел права. Вот люди приходили, подавали мы, значит, заявку на внесение поправки, что трудовой стаж тоже нужен. Вот сейчас ввели трудовой стаж 40, значит, лет для... Ветеран туда. Да, и ветеран туда. Сейчас уже приходят. А можно еще, вот у меня там годик, допустим, не хватает, там 38 сделать или 37. Вот. А это же тоже возможности бюджета. То есть здесь надо все это учитывать. Поэтому слушаем всех обратившихся и стараемся помочь им. Обратная связь есть у вас со всеми, да? Да, да, да. То есть даже вот на мероприятиях культурных, спортивных, по улице идешь, люди подходят и предлагают что-то. Разговорились вот тут, значит... Стихийные приемы граждан. Да, да, да. Ну, потому что, опять же, такие вот, есть доверие, человек придет. Если нету, то есть он и не придет, и не позвонит, и не напишет. Вот. И наша-то цель, чтобы гражданское общество вот формировалось, что твое жилище, ну, не ограничивается мир твоей квартирой. Двор, подъезд – это тоже твое. И люди, которые живут рядом, должны быть счастливы, а не... Должны быть добрыми соседями, как минимум. Вы сейчас сказали про ЖКХ. Да, это действительно острая проблема. Вот у нас в Ангарске Сергей Анатольевич Петров ввел такое понятие, как раз в две недели проводить совещания с управляющими компаниями. Указывать на недостатки, давать время на исправление недостатков, но некоторые не приходят. Как вы думаете, есть ли какой-то рычаг, инструмент, давление на такие компании, потому что они не хотят работать, и жители жалуются, но им как-то все равно. Почему такое происходит? Дело в психологии. То есть человек... Вот ко мне, когда люди приходят, говорят, управляющая компания не делает то-то. Я говорю, хорошо, значит, какой у вас тариф? Или знаете ли вы перечень работ, которые должна делать управляющая компания? Ну, вряд ли, да? Да, вряд ли. Заставь управляющую компанию сделать здесь лавочку. Я говорю, ну вы же понимаете, что любая работа стоит денег. Если это не заложено там, откуда возьмутся деньги, чтобы вам поставить? Потому что содержать территорию, тепловые узлы, убираться, значит... Ну, подстричь траву лентарную, это уже входит в перечень, в любом случае. Входит в обязательный перечень, и там прописано количество. Вот если там прописано два раза, чтобы косить чаще, надо, значит, денег больше. Вот. Я согласен, что где-то бывают вот прям нарушения. Но чтобы таких нарушений не было, совет многоквартирного дома, который... Вот что дает, какие права-то, что когда вот поступают такие обращения, не убираются в подъезде, я пишу директору управляющей компании запрос. Вот поступило обращение, почему не убираетесь? А мне в ответе приходит акт. А бумаги? Где житель, да, подписался, что убирают. Какой житель? Да просто какой-то. А вот когда есть старший по дому, он пойдет и посмотрит, а убирались ли действительно. Ну вот. А старший по дому может, значит, как бы участвовать в приемке работ. Имеют доступ в тепловой пункт, чтобы посмотреть показания этих счетчиков, правильности съема, там, и выставления, значит, людям, чтобы платы за ОДН не росли, вот так вот в геометрической прогрессии. Вот. Первый момент. Второе. Над управляющими компаниями существует надзор, государственный жилищный надзор. Есть лицензия, которую они получают. И если будет много жалоб обоснованных, то могут эту управляющую компанию и лишить лицензии. Есть у жителей право выбора управляющей компании. То есть инструментов, на самом деле, много. Инструментов много, да. То есть, ну вот под лежачий камень вода не течет. Если жители не готовы, даже не то, что с управляющей компанией, некоторые между собой не готовы договориться. Что поставить во дворе детскую качель-карусель, одним хорошо, у которых маленькие дети, люди поставщики говорят, а кричать будут, визжать будут. Ну, это же дети. Если их правильно воспитывать, они, значит, не будут бездумно кричать. Ну, когда играют, они, да, это шумят. Но как воспитать будущее, это здоровое, сильное, патриотичное? Вот взаимодействуя. Когда проводятся праздники во дворах, это сближает людей. И тогда они начинают решать. ТОСы обычно очень любят такие праздники во дворах проводить. Да, да, да. А, как вот мы, ну, любая работа стоит денег. ТОС как раз и может привлекать эти деньги. Многие боятся, думают, вы создал ТОС, теперь будешь, как управляющая компания, за все отвечать. Нет, это совершенно разные вещи. Но создание ТОСа помогает сделать территорию счастливой, уютной для проживания. Ну, это заметно. Там, где есть ТОСы, там совсем по-другому выглядят дворы. Все по-другому. Важно сохранить еще, потому что, ну, к сожалению, случаи вандализма есть. И за каждым полицейского не поставишь. Есть такое понятие депутатская неделя. Летом очень много звучало, она в информационной повестке, в новостях депутаты по всем территориям разъезжались. У вас так же в Ангарске? Да, конечно. У вас не неделя, у вас депутатский год. Ну, депутатский год, но отличие какое с введением, с принятием вот этого положения, что по аналогии с Государственной Думой там есть. А, вы тоже, да. Да, да, да. Региональная неделя здесь есть. Вот, то есть, первая неделя каждого месяца депутат проводит на территории. На территории. И вот так получилось, что первая неделя, когда вот ввели это положение, я был на Петербургском форуме экономическом. Ну, всю неделю. Вторую я запланировал на эту неделю как прием жителей, так обратились ко мне казаки наши. Говорит, Денис Васильевич, пойдем мы на это, совместное патрулирование набережной. Это тоже же работа. Это человек в форме дисциплинирует. Вот сидят люди. Вы форму какую надевали? Десантную. Десантную? Ну, конечно, да. Я сейчас перебью сразу с прошедшего с праздником. День ВДВ на прошлой неделе был, 2 августа. Да. Как у нас в Ангарске отметили? В Ангарске… Вы же наверняка были там. Очень сильны традиции воздушно-десантного братства, которое Союз десантников Ангарска на привлеченные средства установил монумент. День Васильевич. Да, да. Легендарному командующему МВДВ Василию Филипповичу Маргелову. Сделал благоустройство. То есть появилась точка сборки для десантников. Естественно, в этот день мы начинаем с посещения храма Святой Троицы. В 8.30 мы были там. В 10 часов на памятнике афганцам за кинотеатром Родина. Да. Между вот этими мероприятиями мы съездили на кладбище. Помянули наших ушедших товарищей. Прибрались на могилке основателя военно-патриотической школы мужества имени Юрия Алексеевича Болдырева. И приехали к 12 часам на торжественный митинг. Еще посетили дом ребенка и вручили им на регулярной основе мы покупаем памперсы, предметы гигиены. Подшефтный ваш получается. Да, да. Набрасывая десантников. Да, да. Союз десантников оказывает на регулярной основе шефскую помощь дому ребенка. Потом состоялся митинг, где очень приятно видеть, как ветеранов очень люди с таким опытом. Некоторые помнят Василия Филипповича и служили под его командованием. Приходит молодежь, приводят детей, и они вот уже с молодых ногтей впитывают вот это вот уважительное отношение к старшим. Эти традиции передаются вот в каждой семье. Но вы сейчас говорите, раньше же было по-другому. День ВДВ – это лучше на улицу не выходить. Сейчас это не так? Сейчас не так. Неадекватов просто было много. Да, ну, время было другое и, знаете, все время какие-то у нашей страны испытания. И мы пережили немало и дефолты, и смена строя, и удержались на краю. Наша страна удержалась на краю. И сейчас я очень рад, что переосмысление у многих произошло. Что собственное производство нужно развивать. Что нужно растить общество создателей, производственников, а не общество потребления. Что все-таки, прежде думая о родине, потом и о себе, это девиз вот на века. А не так, значит, что вот у меня крутая тачка, вот я отдыхаю за границей, и это предел мечтаний. Совершенно нет. Поэтому Союз десантников, он как раз аккумулирует таких людей, которые готовы помогать, как и в соблюдении общественного порядка, как и, значит, в патриотическом воспитании молодежи. Нисус Васильевич, спасибо, что пришли в нашу студию, нашли время. И я хочу пожелать, чтобы вы и ваши коллеги, когда выйдете из депутатского отпуска, которого по сути-то и нет, чтобы вы делали все, чтобы наш ангар становился еще краше, еще благоустроеннее. Спасибо вам большое за работу. Спасибо всем ангарчанам и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин